Какая красота! Вот как бы из финских мотивов такие ножики охотника, рыбака. Может быть, такой тоненький, изящный. Можно какую-нибудь мелкую, деликатную, ювелирную работу, кропотливую, точную на кухне им выполнить. Ну, нельзя сказать, что он очень острый. Но, возможно, тут надо подправить его. Ну, хотя форма здесь как раз на спокойное погружение в любые материалы. Рантвей, друзья, это дешевый нож. Относительно, я имею ввиду, подобных, да, разных производителей уже именитых, там, дешевенький нож. Но, несмотря на это, он уделает многие ножи более дорогие, несмотря на свою цену. Тоже можно долбануть. Мы видим, тут все, как бы, да, частично наборное, очень красивое. Так. О! Многие все-таки любят фолдеры. Давайте поговорим о этом замечательном, я так понимаю, это М-16 у нас. Вот. М-2104Г. От CR-KT. Ох, друзья. Карбон-дизайн. Давайте-ка глянем. Мы видим здесь и плавничок реализованного с отверстием. Ну, красота, друзья. Да, это брутальный, строгий, одновременно выдержанный, ну, и облегченный хорошо. Мы видим, и рукоять при этом, она не очень толстая, но и при этом достаточно, чтобы хорошо держать. То есть, часть вашей кожи проваливается в фаланги, в эти дырки, отверстия, что обеспечивает еще лучший контакт. Это уже неплохо вот этой насечкой реализованный. То есть, хорошо, очень хорошо. И мне нож нравится. Но единственное, несмотря на облегчение, он довольно-таки тяжелый. Смотрите-ка, вот такой замочек здесь. Обо всем мы потом поговорим, друзья. Вот, нужно нажать сначала, а потом он закроется. То есть, я так понимаю. Не будем пока углубляться детально. Нож это мне самому надо изучить, потому что такую систему раньше я не видел. Так, ну, все, давай. А посмотрите, какой клин отличный. То есть, вот такой строй клина по первым показателям никаких не предвещает проблем на кухне. Ну, парень мне один, помню, в фонаревке недавно говорит. Ну, вы смотрите, чтобы и для кухни ножи хорошие были в первую очередь. Ну, с одной стороны, да, но настаивать на этом не надо. То есть, кто-то берет конкретно осознанно ножи себе на войну, например. Вот у нас война сейчас, да, в Украине, поэтому... Эх, блин. Ребята, ребята, давайте дальше. Что у нас тут дальше? О, ну, это интересные очень ножи, друзья. О них я обязательно отдельно расскажу. То есть, смотрите, какая интересная штука. Это рентвей у нас. Смотрите, значит, насколько я помню... Ага. Смотрите, какая система. Давай кулок уберу отсюда. Смотрите. Раз. Поняли, да? Вот так легко, такая игрушечка, казалось бы, да? Значит, так он не складывается. И обратите внимание, здесь фальш-лезвие. Вот это вот можем сравним вот с этим товарищем. Вот, пожалуйста, отличие фальш-лезвия от рабочего, практического лезвия. Да, сверху и снизу. Такой. Нержавейка марка стали 440С. Все нормально, друзья. Это уже не какой-то пластилин. Вот так вот. Здесь я чувствую, вот в этой части хода в конце уже затруднение такое туго. И раз. Дальше поехали. Так. А где же он? Где же второй нож? Ага. Гляньте-ка. Ручка какой толщины. Просто капец. О, ну здесь уже отдача, как у автомата. Ну, с автомата я так и не пострелял, поэтому... О, хороший нож. Хороший, крепенький. 440Си тоже. И, друзья, я думаю, такое ножище. Ну, мы видим, эта толщина обусловлена наличием и других, более интересных и полезных, возможно, инструментов. Вот как в викторинах. Смотрите. Прям форма, да. Я иногда в кадр не попадаю. Сижу. Что там костер ножи не подпалил нашу? Значит, смотрим. Ребята. Вот это вот чисто от ГАКа 111-го. Просто дубовая крепкая открывалка. Но не такая толстая. Меня не проведешь. Я толщину хорошо помню. Но форма очень близкая. Опять же, вот эти для снятия изоляции, все элементы, как бы, ну, притащены за шиворот, можно сказать. Никто ими не пользуется толком. Ну, а это от Виннегера. То есть, вот такая вот комбинированная ситуация. Здесь промежуточных... Да, есть тут промежуточное, но не такое вот эффективное. То есть, немножечко уводится оно. Дальше мы видим штопор. Как бы, относительно качества Victorinox недоразвитый. То есть, он более тоненький. Но свою функцию, думаю, выполнит. Не вырвет он. Я к тому, что он... Значительно сечения вот эти вот витки по диаметру меньше. Так. Ну и все, да. В спине, кроме штопора, ничего нет. Ну и ладно. Ну, это уже, как бы, такая выкидуха с дополнительными инструментами. Чего-то не помню, я такого нигде. Дальше. Ну, тут деревянные рукояти, друзья. Это не декор никакой, по ощущениям. Ну, такое винтажное дерево, так скажем. Дальше едем. Так. Ну, это такие уличные приколы. Никогда не пользовался. Вот. И думаю, что не придется. Но, если придется, то без каких-либо сомнений. Так, говорится. Так. О, малыш тоже. Вот, друзья. Вот та простота, о которой я говорил, оформлена уже более новыми материалами. И частично дополнена все-таки прогрессивными оттенками. Да, и эстетики, и каких-то технологий, да, инновационных. То есть, обратите внимание, я имею в виду вот в таком модном напылении, да, вот защите клина. И он, опять же, довольно толстый. То, о чем я говорил, то есть, объединяет все ножи Blade Brothers. Вот эти вот фултанги, они дают понимание, что у тебя в руке вообще. Бывает, как кот в мешке. Вроде держишь и красивый, и как бы тяжеленький, но он не фултанг. Здесь вот эти вот шпалы, они позволяют положиться на них в полной мере. Очень прочный. Да, это не танто, но можно при его небольших габаритах уколоть довольно-таки эффективно. И с точки зрения, конечно же, вот такой толщины не просто болезненно, да, а и очень вредно для жизни. До самой рукояти его всунуть будет не проблема. А вот толщина это единственная. И, кстати, напиление немножечко может это дело притормозить. Но вряд ли это как-то предотвратит погружение до самой рукояти. То есть, а вот эти вот насечки, они создадут лучшее сцепление. А также вот эта недлинная рукоять позволит упереться хвостом в ладонь. И вот таким образом, ну, опять же, все-таки это не танто, друзья. Вот, и это не кинжал. Кинжал, конечно же, лучше зайдет, чем приподнятый нос. Гляньте-ка, 5 миллиметров. То есть, вот эта штуковина просто как игла заходит. Кстати, вот обратите внимание, надпись еще какой-то, видно номер серии. Так, дальше. Ну, это, друзья, серый китей, гляньте. Ручка тут уже самодельная. Ну, а что нет? Вот такой тоже пырялочка мелкая. А вот напакосить так и побежать, да? Ну, никому не советую нарушать закон. Только если вас очень сильно прибивают. Так, дальше. Вот такая штуковина тоже в таких условиях может вам помочь. Я так понимаю, что вот таким движением можно хорошенько поцарапать кого-то. Что тоже делать не надо. Никогда. Даже если вам хана уже почти. Вот такие законы, да, у нас. Кайдекс. Довольно-таки широкая, убесистая хрень. Вот, ну, честно говоря, конечно же, это так, дополнить коллекцию. Вот где-нибудь покрутить так. Под градусом даже, может быть, на кухне. Просто похвастаться, как говорят, дать другу, вот, посмотреть на его, ну, эмоции, да, новичка какого-то, который далек от ножей, там, может. Ну, и вообще, это молодежь больше этими. Забыл я даже, как называется, керамбиты, да, вот, ну, тут вот отверстия под палец нету, или это керамбит нормальный, настоящий, как, пишите в комментариях. И та же ручка, то есть, все, что вот объединяет, вот этот вот стиль Black Brothers. Дальше, вот такая выкидуха, ну, мы ее пока немножечко защитили. Вот такие вот тоже бывают. Гляньте, клипса какая, хорошая клипса, не потеряешь. И отверстия подтемнят. Ну, хороший, интересный ножик, ну, уже из старичков. Тут видно люфтес небольшой, ну, вот такая вот часть коллекции, так скажем. Вот отверстия такое реденькое. Вот, и серейтер, друзья. Напоследок, там уже все, ножей нету, а, нет, еще, по-моему, один. Напоследок хочу сказать, что со временем, кстати, это Нокс, по-моему, это российский производитель, по-моему. Давно у нас продавали много. Вот, смотрите-ка. Ну, сейчас уже, наверное, нету таких. В ЦУМе у нас продавали. Даже не знаю, зачем это такое штуковина надо, относительно размеров его чехла, наверное, это такое избыточно. Ну, пишите в комментариях.